Девушки отдыхают 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 Стив! Дебора Для тебя я мистер Баннистер Стивом будешь меня называть, когда вырастешь Договорились? Сядь Так Дебора Галлахер Выглядишь неплохо Как остальные? Хорошо Замечательно Вот Отдай Фионе Спасибо за вашу поддержку Кэшев главы Чатсворта У вас есть последний шанс купить выигрышный билетик Сегодняшний приз Два билета на бал супруги лорд-мэра В эти выходные Не стесняйтесь Прием официальный Супруга лорд-мэра ждет вас Добавь к льда А то согрелось Твой Брэндон совсем о тебе забыл? Да и он и про себя забудет Пока не накачается Я как-то столкнулся с парнем Который вот это написал Сам с... Ливерпуля Брехня А это Шискар Асел Джерри как-то там... Джерри и Пейсмейкерс Ты меня не путай Бось Селекта Не слушай его, Лилен Это был Ливерпульский национальный гимн Лиллиан На секундочку Ваш Брэндон на улице лежит? На углу Истерн-стрит Жуткое зрелище, если честно Вас полиция ищет Господи боже Давай, Лиллиан Я с тобой схожу А полиция там при каких делах? Так их микроавтобусы сбил Брэндона Насмерть Да врёшь, Паде Я не хотел ей рассказывать Ну вот, ещё один Факты без пизды точка ком Молодой храбрец Откуда тебе знать Есть ли у человека пульс Если ебёшься с тёлочкой вдвое старше тебя Потому что тело Брэндона упало на проезжую часть А башка отвалилась и на липо попало Это какая-то лишняя информация Вы готовы? Не слышу Да Победителем лотереи нашего паба ОКЖК Лифчиком-счастливчиком Которого ждёт целая ночь развлечений На полу супруги Лорд Мэра становится Двадцать Ну же Семь Номер двадцать семь Да, нет О, нет Да Где же наш победитель? Двадцать семь Двадцать семь Где номер двадцать семь? У меня был двадцать семь Кто взял мой номерок? Кто взял мой номерок? Номер двадцать семь А вот Победитель Да, мы выиграли Кто бы мог подумать Фрэнк Галлахер Свезло так свезло Заново, заново, заново Хочется сказать У меня день рождения на следующей неделе И хотя мне ещё ни разу не исполнилось сорок семь Нам трудно поверить Сорок семь всё-таки Нам повезло Очень вовремя Это ведь не Оскар Я Я прямо будто родила У меня ведь восьмера по лавкам Дэб, ты как? Фиона Что случилось? Мне надо... Где-то там Есть Бог Сияющий свет Что? Стив вернулся Кто тебе такое сказал? Стив, я его видела Он ужасно хочет с тобой увидеться Приходил сегодня в школу Я не понял Она выпьет за мой день рождения или как? Нет, Крейг Она сейчас идёт домой Пусть хотя бы пивка глотнёт Крейг, будь другом Съ... Следи за выпивкой Пока папа всё не выхлебал Он пытался дозвониться тебе на работу Но не знал, что ты уволилась Я в курсе Мне из Яслей передавали, что он звонил Позвони ему Нет, сама звони И скажи, чтобы держался подальше от тебя, меня и остальных Эй, Кеф Пинту светлого и самую большую таблетку экстази Полегче, Фрэнк Тут члены горсовета Это прекрасный вечер для того, чтобы мы здесь собрались Пинту светлого и малюсенькую буковку Э, если позволите Вики Безумно рад Как поживаешь, Берни? Раз мы друзья Мог бы предупредить, что будешь состязаться со мной за этот район Но мы не друзья, так что мог и не говорить Не испытывай собственную популярность Если не справишься с запахом гниющего провала Да ну Что ж Лучше всего добивать победителя, когда он действительно повержен Как ты Так что иди в задницу, алчный жирный негодяй Кэш Тебя раздавит Бойся Очень бойся А теперь вали отсюда Поверить не могу Это был билет Лиллиан Отъебись ты Приглашение было на двоих Что она сделает? Прихватит его голову? Не знаю, что и сказать, миссис Тейлер Водителю того автобуса до конца жизни придется жить с этим грехом А его шляпа так и не слетела с головы? Да Зеленый, из фетра Да Уверена, он сам желал такой смерти До конца сохранив это свое старомодное достоинство Да, но ему еще и 65 не исполнилось На тебя не похоже Нет, на тебя Кто еще что будет на завтрак? Либо сейчас говорите, либо сами готовить будете Нам ничего Нас Лена подбросит до школы Меня Лена подбросит меня до школы Мы ведь в одной школе учимся Если хочешь посмотреть, как мы трахаемся Каждые две минуты Сидеть Ты совсем сдурела трахаться с 16-летним пацаном? Ты чего вообще? Все законно Как ты смеешь приказывать ему что носить и как стричься? Ты ему не мать Как и ты, Фиона О чем болтаете? Да так Фионе понравился мой макияж Я дала ей пару советов Увидимся Пока, Фиона Пока, Депс Он попросил кое-что передать Забудь, ничего не хочу знать Но он Привет Примерно в 11 они должны поесть пюре То же самое на обед, но уже с кусочками До пол седьмого они должны поспать Спойте им что-нибудь из Калифа Ричарда Они заснут минут через 10 У нас готова комната для гостей Зайдите на выходных в гости к тете Ви и дяде Кеву Вам понравится? Еще как понравится? Я бы не стала просить, но неудобно подводить супругу лорд-мэра Ты глянь на него Голова огромная, а ножки маленькие А что именно из Калифа Ричарда, Шейла? Что угодно Кроме Миллениум Преер Если ничего не сработает Спойте Иерусалиму Тихнут словно две потухшие свечки Как Бог позволил отлететь его голове так далеко от ботинок Повтори Не регистрируй смерть Брэндона в мэри Я уже не могу Об этом во всех газетах напечатали Да, но только ближайший родственник имеет право регистрировать смерть А я говорю, не стоит Я буду приходить и расписываться за его пенсию Это 80 фунтов в неделю Поделим как 60 на 40 в мою пользу Что тебе терять? 60% Да, но... Брэндон, земля ему пухом Тебе от него теперь все равно пользы, как с козла молока Без его денег придется тяжко Именно В этом и есть смысл буддизма Вести себя так, будто мертвые никогда нас не покидали Тогда избавь меня от Сэдди Сэдди? Сэдди! Терпеть его не могу Каждый раз, когда мы занимались сексом, он был, чтобы его выпустили на улицу Чуть нам семью не разрушил Лиллиан, я же для собак почитай как свой Ну и замечательно До скорого, Фрэнк Пойдем, Сэдди, красавец-то наш Кто, красавец? Мясцо Мешок Мясцо Мешок Лись Залезай, скуби мать твою ду Греби, 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 моряк Так, лодку береги Чего удумал? Как ты умудрился сумку порвать? Об забор Так, я и поверила Ты же ее подпалил А забор под напряжением Тебе следует знать, какие тебя поджидают опасности Ты угрожаешь мне, Берни? Если голоса разделятся по час, во рту начнут психи бродить Сепаратисты, националисты, похренисты Надо было подумать об этом до того, как отказывать нам в строительстве пристройки к магазину Так в этом все дело Что ж, вы молчали, пара звонков, все исправят Берни и Вон хочет сказать Поезд ушел Ты пересек черту Нам надоело давать взятки за все Куда ни плюнь, люди устали от твоей платной демократии А ты у нас благородный Благородный, не сомневайся Кэш попадет в комитет по планированию Ему в жизни не придется еще хоть день работать Мы тогда сможем купить квартиру в Испании Ой, купим у Берни, когда он разорится Будь осторожен со своими желаниями Ты в какой тональности поешь? Что такое, Дэвс? Не стоит винить Фиону Стив бросил ее в беде Да, но он вернулся, чтобы все исправить Не вовремя вернулся, дорогая У нее ребенок от Крейга Случайно? Да Она приняла такие решения в жизни, которые нельзя отменить Крейг ей нравится, а Стива она любит Причем больше всех остальных на свете Дэвс, послушай Мне повезло, но не стоит всегда рассчитывать на хэппи-энды Держи У них горячий шоколад закончился Так что я сделал грибной суп и немного травки, чтобы все успокоились Ев! Само собой, это не для Дэпс Мне надо позвонить Покажи, Дэпс, как ты музыку закачиваешь Вкратце, это налог на наследство Это ж каким хуем все вылилось в налог на наследство Я уж постараюсь, чтобы мои дети не проходили через этот ад, когда я умру Вся суть в хитрости Пусть смотрят, как ты все профукаешь, пока еще не откинулась Послушай, даму, было бы желание, а способ найдется А что ты оставишь после себя? Обосранные трусы? Ты на себя-то посмотри, жертв трест Эй, он тебе выпить купил? Мне? С чего вдруг? Потому что он всех двойной порцией угостил За простаков нас держит Он покупает голоса Это незаконно Мне коктейль ром с черной смородиной Благодарю покорно, Берни Да какого... Привет, красавчик Ты этого сорванца забрал у Лилиан? Единственный проблеск удачи за 15 лет, и что? И все? Вы расклеиваете в восточном Чатсворте Едете в машине Селины Бегом, бегом, бегом Не ты Почему? А кто будет помогать мне в магазине? Верно! Ты сумку свою оставила Лилиан, у тебя все хорошо, что они опять тут делают? Нет Вскрытие показало, что Брэндона застрелили в голову Умер мгновенно А это значит, что он не попал под машину Баллистическая экспертиза показала, что стреляли из пистолета, который прошел в деле о перестрелке наркоманов Нет Наркоман? Брэндон! В его организме нашли огромное число наркотиков класса А Может быть, его смерть часть войны запередил территорий Вам нужно проехать в участок, чтобы мы все прояснили Хорошо, миссис Тайлер? Да? Так, ребятки, грузим ее Лилиан Брэндон не был торчком Да вы хоть на рожу его гляньте Вскрытие показало наличие в его крови марихуаны, амфетаминов, плюс растворителей и клей Рожа сама себя погубила Все вы выдумываете, чтобы компенсацию не платить, грязные ублюдки Стэн Снимки камеры видеонаблюдения с букмекерской лавки на Истерн-стрит За пять секунд до того, как выскочил наш автобус, Брэндона застрелили Через пять секунд бритоголовый с белой сумкой сматывается с места преступления Видите? Форма школы Чатсворта Похоже, наркокурьер Пойдем, Стэн, проверим местных бритых Начнем со школы Держи У тебя язык подвешен что надо Почему ты не участвуешь в выборах? Во-первых, я веду этот бизнес Во-вторых, люди меня ненавидят Да ладно Люди тебя уважают Лично мне было бы пофиг, но им понравится, что Кэш вышел на первый план Все считают, что он женат на стерве Шерри Блэр помогала Тони на выборах С каких пор Кэш баллотируется ради самоутверждения? С тех пор, как я ему сказала Ты чем-то недоволен? Да, если Кэш победит, мне придется торчать тут все время и работать, пока он будет где-то в другом месте Думаешь, я это затеяла, чтобы вас разлучить? А разве нет? Ты что тут делаешь? Таблетки ищу, если тебе интересно Могла бы спросить Наркотики, а не лекарства Где Фиона? У нее нет, она сама без денег Нет А как насчет Карла? Вот Взгляни Пасуй, пасуй Помогите Помогите Куда он делся? Хочешь кофе, Крейг? Нет, спасибо, я прямиком в душ пойду Фиона наверху? Я не знаю Она у Вероники проверяет, как стиралка работает Нет, ее там нет Она знает, как ее проверить? Нормально работает Я обещала Стиву, что поговорю с тобой И не смей ругаться на Дебби Я с ней согласна Послушай 10 минут, плохого ничего не будет Ты сама знаешь, что будет Не знаю, Фиона, как и ты не знаешь Даже если бы я согласилась, пришла, что мне ему сказать? Чтобы он захотел это услышать Он хочет знать, любишь ли ты его еще А если и так? Конечно, люблю Только что в этом хорошего, если я беременна? Это ему вряд ли приятно будет слышать Не знаю, дорогая Спроси его сама Я... я не знаю Не знаю, что сказать Черт Фиона не опаздывай, да и я тоже Уйди Карл сказал, что тебе стиралку надо посмотреть Надо так надо Господи Давай глянем Мне порошок в глаза попал Нужно промыть глаза Вероника, принеси полотенце Полотенце наверху Крейг, подожди тут Тут, подожди Я не уйду Иди наверх Слушай, иди наверх Вероника, нет, поняла? Я сказала, иди Хорошо Хочешь ругаться? Ругай меня Я попросила его прийти А не она Карл, можешь к нам подняться? Зачем? Вспомним, что было во вторник Козел, что ты наделал? Что? Кто тебя просил? Уйди от меня Отстань от него, Депс У него проблемы покруче Уйди Я пристрелила его Брэндона Я, понятно? Что он сказал? Но я не специально Честно Ответь честно, Фиона Это мой ребенок Не отвечай Спроси Важно ли это ему? Что? Я пришел К тебе Что бы это ни значило Со мной произошло столько всего, чего я никак не ждал Но я тут Что это значит? Заткнись Пока я не сделал всем одолжение И не вышвырнул тебя В очередь, мачо Слушай, если ему важно лишь знать, его ли это ребенок Тогда в чем вопрос? В чем его вопрос? Съебись Крейг Крейг? Господи, Крейг Ты меня слышишь? Дай посмотреть Съебывать тебе надо Если тут тебя найдет полиция, тебе кранты Аккуратней Господи, что мы наделали Господи Дорогой, все будет хорошо Да, скорая Здрасте Дом 6 по Солнзи Гарденс В Чатсворте Фиона, прошу Мне без тебя не жить Я здесь при чем? Ему нужен сопровождающий Я ж не знаю, что вообще случилось Он башкой ебнулся Что им еще надо рассказывать? Да, да К ноге Иди сюда Да Да Ко мне Ко мне Ох, сразу вспомнился Айртон Сенна Кошмар какой Дебби Что еще? Нет, подождите Стоп Ничего не хочу слышать Ну что? Конопля по рецепту Для его глукомы А клей Это от игр его То есть вы признаете, что он не ухал клея во время спортивных игр? Да нет Он игрался со спичками Да, но это не объясняет наличие в его крови сульфата амфетаминов А это мое Я подсела на него задолго до его популярности Я ему в ужин по чуть-чуть подкладывала, если он рассказывал старые анекдоты То есть вы спиды по рецепту в аптеке получаете? Не гоните У меня нарколепсия Когда я нервничаю, я сразу... Ребенок его Не его Он твой Слушай, если поженимся, как только туда доберемся Нам дадут двухкомнатную квартиру Можем там толкнуть тачку какую-нибудь поаккуратнее Чтобы деньги на жизнь были Хотя тебе придется устроиться на полдня Чтобы нам еще на выпивку хватало Я не пью Ну тогда вообще все в порядке Даже если я и брошу Крейга Я не могу бросить семью Фиона, мы это уже проходили Ты не нужна им Так сильно, как ты думаешь Не нужна Спроси их Обещаю тебе, Фиона Больше я тебя не подведу Я сделаю тебя счастливой Слушай, ты не можешь Я не могу и не умею печь. А вы сделайте вид, что умеете. Так, либо делай что-нибудь, либо сваливай. Не хочу, чтобы она уезжала. Я бы тоже не хотела, будь я сейчас на твоем месте. Да, это хреново, Карл. Фиона уезжает. Если ты при ней сейчас случайно оговоришься, отрежу тебе язык. Это всех касается. Если Фиона что-то узнает о Карле, вам кирдык. Кеф звонил. Крейг подписал бумаги о выписке. Семь швов, а он выписывается. Такси ловит. Я должна с ним поговорить. Нельзя. А то размякнешь и передумаешь. Он заслужил это. Нифига. Он мужик второго сорта. Ничего, переживет. Надеюсь, это все. Стив на заднем сиденье под одеялом. Как будто он подумает, что не для него письмо. Пошли. Давай, опаздываем. Шевелитесь быстрее, бегом. У нас все будет хорошо. Ты посмотри, посмотри на меня. У меня оказывается талант пекаря. Хотела с тобой один пирог отправить. Береги себя. Нам нужен ваш номер телефона для связи. Вдруг что? Иди ко мне. Эй. Увидимся, красавчик. Куда ты уезжаешь? Да так, на выходные. Поцелуй меня в щечку. Фиона. Обнять. Мы опаздываем. Когда будут готовы пироги? Нет, так нельзя. Я не могу его оставить. Можешь, его возьмут папа с Шейлой. Он к ним переедет. Это правда? Держи карман шире. Я отца и близко к нему не подпущу. Прости. Так, вы двое идите ко мне. Я вас люблю. Я позвоню. Я люблю тебя. Надеюсь. Куда едем? В Джилтон. Там наша машина. Пока. Увидимся. Увидимся. Меня выгнали из автобуса. Я там матом ругался. Нахуй пошел. Еблан. Мудачье. Пошел домой и тут увидел его. Я сначала не понял, что это. Он лежал на траве. Тяжелый, холодный. Так и понял, что это не игрушка. Карл, дело не в том, что ты нашел пистолет. Почему ты нам ничего не сказал или куда-нибудь не отдал? Хотел почувствовать, каково это. В школу брал, но никому не рассказывал. Я не знал, что он заряжен. Пока не увидел, как вы мяч гоняли на Истерн-стрит. Эй, Брэндон, уйди, а то зашибем. Осторожней. Блять. Я не знал, что он заряжен. Бля, Йен. Пиздец. Боже ты мой. Простите. Так где пистолет, Карл? Ну, конечно. Давай-ка. Заберите у меня это быстрее. Что случилось? Где они? Где Стив? Они уехали, Крейг. Фиона уехала. Фиона! Крейг! У него пистолет. Крейг! Крейг! Продолжение следует... Продолжение следует... Тогда пойдем и, если что, арестуем. Наконец-то. Карл дома? Я разберусь. Как жизнь, Карл? Живем, а что? Какой ты уставший. Занят была, Карл. Где ты был во вторник, где-то в полшестого вечера? Это нетрудно сказать, в больнице, так ведь, Карл? С какой целью? С такой, которую он не хочет обсуждать. Обрезание. Понятно. Ну, пойдем тогда, Стэн. Знаю, Карл, ты не в своей тарелке, и тут нечего стыдиться. Абсолютно. И жалеть об этом особо не будешь. Разве что чуть-чуть. Ты совсем сдурел? Скажи еще, что на эту херню купился. А когда они поймут, что это был Карл? Хватит времени несколько скинов принять. Он был у нас только одну ночь, со вторника на среду. С какой целью? Я не могу об этом говорить. Мальчики очень чувствительны, когда речь заходит о генитальной хирургии. Ладно, спасибо, сестра. Не за что. Мне плевать. Полтинник ставлю, что это Карл Галлахер. Никто в здравом уме не будет выдумывать подобную ересь. Ну, давай. Полтинник, спорим? Перри, Фит, Пит и Минти. Дебби объяснила, что это благотворительность. Заткнись уже. Похож на больного проказой. Минутку. Это что? По идее, галочка Найк. Галочка. У Карла есть галочка? Нет. Кэрол, поживее. Вы десяткой не отделаетесь. Номер два. Повернитесь боком. Все по-новой. Сочувствую, Крейг. Спасибо, друг. Он в депрессии. Его Фиона бросила. Да ладно. Крейг же ничего. Нормальная работа, собственный дом, да и в постели неплох. Уведи его в тубзик и обслужи. Это может быть началом твоей новой жизни. Здравствуй, красавчик. Сбодрись. Такого вообще могло не случиться. Если тебе станет легче, Фиона мне говорила, что не уверена, чей это ребенок. Простите, опоздал. Это Мик. Будет помогать мне два вечера в неделю, так что тебе решать, какие два вечера ты... Я так и знал. Беспринципная, двуличная, мерзкая тварь. Какие два вечера ты будешь работать в баре? Я тебе работу нашла. Стаканы собирать. Ведь Кэш теперь будет часто там бывать, общаться с народом. Упс. Мик по возрасту может торговать выпивкой, так что на час его можно одного оставить. Мик, я вернусь в десять. Без базара. Вопросов? Мы не боимся. Но нам нужны ответы. Йен, иди работай, дорогой. Люди забыли, что за много столетий голоса рабочего класса стали самым могущественным оружием, которым возможно обладать. И не дай бог это забыть. Щетку взял? Семь дюймов. Здравствуй. Куда ты забираешь принца тьмы? Уэльс. Едем на Батси Коэт. Уэльс? Схуяли. Моби-дик. Моя сестра родила. И это считается в Уэльсе крупным событием? Прекрасно выглядишь, Мартин. Жопу подними, когда будешь готова. Карен, большой бокал белого вина. Ого! Билеты взял? Сопроводите меня до лимузина. С лимузином не вышло, поэтому микроавтобус. Тоже неплохо. Ты что-то сказал, Кэш? Не вижу тебя, темновато. Это расистское замечание. Мне вот что любопытно. Этот продавец затеял избирательную кампанию и рассуждает про реальную ценность денег. Между тем, из-за него и его семейки этот район считается дырой. Это удар ниже пояса. И тем не менее, начнем борьбу. Тебе лучше начать слушать эхо, Гая Вата. Дамы и господа. Я предлагаю вашему вниманию и к вашему удовольствию вашего кандидата. Да кто он такой? Эмигрант в третьем поколении. И он тут что-то говорит о славе английского флага. Двуличный фашистский мудак. Все знают, о чем моя главная забота. Лишь о Чатсворде. И я доказываю это каждый день. У меня магазин по 12 часов в день открыт. Но зато по каким ценам, дамы и господа. Размашь его, Кэш. Назови хоть один магазин, который выдает выпивку по талонам на молоко. Ладно. Единственные, кто поддержит моего маленького загорелого друга. Негры, китаёзы, сидевшие. Безработное отрепье. Все паразиты на нашей нации. Да, Берни. Лезьте в машину. Живее. Кэш за Чатсворд! Кэш за Чатсворд! КОНЕЦ Непривычно без нее? Я хочу кое-что сказать. За день до смерти Брэндона я обзывался на него из автобуса и назвал его пиздоглазым еблом. И все. Главное, чтобы каждый знал, сколько нам надо денег в неделю, чтобы не вылететь в трубу. Депс, раньше ведь у нас получалось. С зарплатой Фионы, а это значит, каждому нужно приносить в дом лишних 15 фунтов в неделю. Но не мне, я вам не родственница, как и Марти. А без разницы, если не потянете повышение арендной платы, мы будем искать новых жильцов. Она права, Кэрол. А ты вообще не можешь спускать столько денег на одежду. Все по справедливости, Лип. А ты в магазине зашибаешь в три раза больше денег, чем говоришь нам. Что там? Это же Клифф Ричардс. Вы что делаете? Пытаемся уложить спать Хрюшу и Степашку. У них бессонница, блядь. Клиффом в такой час вы их не уложите. Пойте, Юрсалим. На этот горный склон крутой Вступала ль ангела-нога? А знал ли Агнец наш святой? Зелёный англи-луга Чего вы так рано? Я думал, вы там на всю ночь. Фрэнка во время десерта немного стошнила, поэтому супруга лорд-мэра вызвала нам машину до дома. Роллс-ройс? Нет. Полицейскую. Привет. Не спится, да? Если бы в моей сперме что-нибудь шевелилось, я бы уже обзавёлся нормальной семьёй. Но пока я обхожусь и этой. Господи Иисусе! Эй! Назову тебя Бернардом. Или Бернадетт. Озвучено студией «Алексфильм». Перевод «Артели. Напрасный труд». Перевёл Олег Папулов, редактор Анна Ищенко. Текст читали Татьяна Манитина, Анастасия Флигина, Семён Ващенко и Александр Досевич. Возьмите кто-нибудь телефон. Отсоси. Отсоси. Алло. Да. Фиона, тебя к телефону. Фиона. Ох, мать. Её нет, потом перезвоните. Шейла, передай курицу. Да. Кер. Кер.